Сушёное мясо северного оленя и сыр, вмакнутые в кофе, это, пожалуй, одна из самых своеобразных кулинарных традиций Лапландии. Поэтому, когда я чувствую его запах, я, конечно, чувствую запах кофе, но когда я пробую его на вкус, у него очень насыщенный вкус и немного сливочный привкус от сыра. А потом у нас есть мясо северного оленя с жиром. Оно немного солоноватое и дымчатое. А жир просто наполнен ароматом. Вот уже более 30 лет Ева Гуннаре живет в Йокмаке, центре самской культуры в Швеции. Она исследует кулинарные традиции самов. Коренные жители Скандинавии всегда жили здесь, недалеко от полярного круга, где температура часто опускается ниже минус 20 градусов по Цельсию. Для людей здесь, на севере, это всегда означало две вещи. Речь идет о том, чтобы согреться, и о том, чтобы получить энергию. Поэтому, конечно, сладости было нелегко найти, но вы всегда могли подоить северного оленя. А также традиция вяления мяса северного оленя очень, очень давняя и очень древняя. И это тоже хорошо, когда оно сухое, но когда вы кладете его в кофе, вы получаете тепло и энергию. Именно здесь в Ул-Рим делают кофейный сыр. На ферме выращивается около 80 голов крупного рогатого скота шведской породы, которая находится под угрозой исчезновения из-за низкого удоя. В течение последних двух лет специалист по сельскому хозяйству Габриэла Лунгрен работала здесь с коровами. В молоке больше жира, чем в обычном коровьем молоке, и в нем содержится особый белок, который называется капоказеин, из которого получается очень хороший сыр. И я имею в виду, что это тоже традиция, готовить в этом кафе кофейный сыр из этих коров. А это Роза. Производство начинается так же, как и с любого другого сыра. Однако, особенность кофейного сыра в том, что вместо того, чтобы созревать на полках магазинов, его запекают в духовке, а иногда даже коптят. Обычно толщина кофейного сыра составляет всего от 1 до 3 сантиметров. Здесь ежегодно производится около 800 килограммов кофейного сыра. Я знаю, что когда люди из других стран пробовали его, они говорили, это не сыр. Но это действительно сыр, но он сильно отличается от других. По вкусу он напоминает свежее сырое молоко. Я бы сказала, немного сладковатый. И у него есть вот это, когда мы его жуем. И это очень-очень важно. Если вы не слышите этого шума у себя на зубах, значит это не кофейный сыр. Пришло время для кофебрейка или фики, как говорят шведы. Среднестатистический швед пьет много кофе. Более трех чашек в день. А в холодную Лапландию кофе лучше всего пить на свежем воздухе, свежесваренным на открытом огне. Поскольку у нас такие долгие зимы, долгие иногда холодные и мрачные зимы, как только небо становится таким ясным и светит солнце, мы хотим оказаться на улице. И, конечно же, кофе – это самое главное. Вам не нужно так много есть, но кофе – это очень важно. Кофе с сыром – это наша традиция. Это похоже на вкус моего детства. Я думаю о своих бабушке и дедушке, когда ем кофейный сыр. Традиционно саамы также наслаждаются мясом северного оленя с кофе. Сушеное мясо, которое легко носить с собой, всегда было основным продуктом питания кочевников. Но в сильные морозы оно иногда замерзало, и его было трудно есть, предварительно не размягчив теплым напитком. Когда вы кладете в него мясо северного оленя, сушеное и соленое, кофе приобретает немного солоноватый привкус, но затем он также нагревается. А когда на улице холодно, а это бывает много раз в году, так приятно съесть теплое мясо. Кофе, сыр и мясо северного оленя – это особая традиция из ледяного региона Северной Европы.